Всем доброго-доброго времени суток. Мы начинаем с вами сегодняшнее наше мероприятие. Сегодня у нас с вами формат тренинга, так и называется наша тема, респираторный тренинг при артериальной гипертензии и замечательный специалист, единотурный Сергей Накихович. Команда «Видокур» желает вам замечательного занятия. Добрый день, уважаемые участники нашей встречи. Тема касается очень многих, скажем так, пациентов, потому что артериальная гипертензия, заболевание, которое начинается порой в подростковом возрасте и по мере старения человека, по мере накопления изменений в нервной системе, в организме, и эта проблема только увеличивается, согласно данным статистики. Об этом мы позже поговорим. Респираторный тренинг – это значит, что мы выполняем определенные процедуры, связанные с изменением дыхания. Иногда, когда говорят о дыхании, чаще всего используют термин «дыхательная гимнастика». Я начинал работать в этой теме еще с 1987 года, семинаров, которые лично проводил Константин Павлович Бутейко. Вот это избитое выражение «дыхательная гимнастика» многих приводит к примитивному пониманию, что это должны быть какие-то интенсивные дыхательные движения, поскольку это как бы гимнастика. На самом деле идет процесс изменения функции и внешнего дыхания, и газообмена в тканях, что в целом дает тренировку для всего организма, поэтому чаще говорю о сеансе регуляции дыхания или более научно-респираторной тренинг. На первый взгляд, как-то несколько странным кажется сочетание «дыхательная тренировка» и «регуляция дыхания» и «отериальная гипертензия». Но это только на первый взгляд, потому что, в принципе, как вы знаете, у каждого из нас с вами в нашем организме все взаимосвязано. Поэтому через регуляцию дыхания, ну, кто-то, может быть, был на одном из первых вебинаров, был вебинар «Регуляция дыхания как способ управления стрессом». Там мы многие моменты важные для этой темы разбирали. Если кто-то этот вебинар не захватил вначале, то он в архиве есть, можно будет посмотреть, как дополнение к тому, что мы сейчас будем разбирать. Ну вот даже в левой табличке мы видим, что артериальная гипертензия, повышение давления бьет по всему организму, прежде всего под таким важным органом, как мозг, сердце, точки и сетчатка. Это как наиболее массовые и печальные осложнения длительного повышения артериального давления. Основное содержание нашей с вами сегодняшней встречи – это артериальная гипертензия. Некоторые ее аспекты связаны с курением, с ожирением. Это функциональная система кровообращения. И основное ее звено – микроциркуляторное русло. Это понимание артериального давления, связи его с дыханием. И прежде всего с такими важными факторами биологическими, которые напрямую связаны с дыханием – это углекислый газ, СО2 и оксид азота. Ну и уже основной практический блок – респираторный тренинг при артериальной гипертензии. Какие простые способы в домашних условиях может любой из вас уже сегодня использовать сам или предложить своим родственникам или знакомым страдающим от гипертонии для того, чтобы эту болезнь либо остановить, если она тяжелая, злокачественная, либо постепенно от нее избавиться, если это не крайне тяжелая ситуация, которая встречается в клинике. Здесь нужно в этой теме понимать некоторые особенности формулировок, связанные с тем, что есть европейская медицина, есть некоторые особенности в терминологии российской медицины, но в целом понимание артериальной гипертензии, то есть повышение давления в артериальных сосудах, если мы говорим о верхнем, как говорят, систолическом давлении, не выше 139, то есть 140 это уже как бы начало гипертензии, нижняя диастолическая 89 миллиметров по столбам. Это артериальная гипертензия как показатель артериального давления, а сама по себе болезнь гипертоническая, это хроническое длительное состояние, которое имеет некоторые особенности в зависимости от состояния человека, его наследственности и условий, на которых она формируется. Ну, если причины артериальной гипертензии в некоторых случаях можно выяснить, его называют симптоматическое, то есть это повышение давления на фоне заболеваний, например, заболеваний почек. Если при обследовании человека каких-то грубых изменений в состоянии жизненно важных органов мы не находим, то эта гипертензия является эссенциальной, то есть, условно говоря, непонятно по каким причинам возникшей. Ну, мы у нас в России традиционно называем это гипертонической болезнью. Все-таки процесс охронический, процесс связанный с изменением жизненно важного фактора, такого фактора, как давление крови в сосудах, которое зависит от чем-то жизнь всех органов и ткани. Симптоматическая гипертония – это, как правило, чаще всего заболевания на фоне патологии почек, в церкви либо хронических. Заболевания связаны с гормональной системой, например, ожирение и тиротоксический зоб, это гиперфункция, увеличение функции щитовидной железы, поражение орта атеросклерозом. Истинная гипертония – это заболевание, которое возникает в силу сочетания ряда неблагоприятных факторов. Из них может быть связано с наследственностью, может быть связано с наследственной нарушением функции почек. Ну, кстати, вот повышение содержания кальция в питьевой воде тоже может способствовать повышению давления, потому что меняется эластичность сосудов. Это наиболее такие основные факторы. По статистике, до 40% взрослого населения имеют именно гипертоническую болезнь. И повышение артериального давления – одна из причин инвалидности и смерти, потому что нарушаются процессы газообмена и питания тканей. Нередко возникает она с подросткового возраста в виде вегетососудистой дистонии по гипертоническому типу. Довольно часто проявляется у женщин во время беременности. Но в целом, если говорить о цифрах, то показатели своего давления мало кто контролирует. В среднем около 6% мужчин и 17,5% женщин. Поэтому нередко пациенты приходят уже с хроническим повышением давления, например, 180 на 110, либо во время профосмотра, либо когда уже ощущения неприятны на уровне начала инсульта. Одним из факторов, которые способствуют либо утяжеляют артериальную гипертензию, это, к сожалению, наше с вами условно комфортное проживание в рамках цивилизации. Гиподинамия, поскольку мышцы не работают, кровоток ослабляет, стрессы постоянные, нам с вами в России этих стрессов каждый год в жизни добавляют все больше и больше. Это хроническое перенапряжение в системе регуляции давления, это нарушает врожденные наши механизмы саморегуляции, нарушает баланс в вегетативной нервной системе, которая определяет регуляцию тонуса сосудов и артериального давления. Ну и, как описывают биохимики, что наши постоянные неврозы и стрессы естественно сопровождаются выбросом в кровь термонов корынопочечников, это холамины, это общее их название. Это провоцирует развитие атероскироза и, соответственно, дальнейшее повышение артериального давления. Если говорить о том, как успешно медицина борется с гипертонией, то я закончил мединститут в 1982 году, уже несколько поколений препаратов сменилось. Когда-то мы радовались клофелину, верили, что он полностью всю гипертонию победит. Сейчас о клофелине уже вспоминаются реже и реже. В среднем в активной практике порядка 40 препаратов различных классов для лечения гипертонии используется, но при, скажем так, оценке отдаленных результатов лечения артериальной гипертензии препаратами отмечают, что не более трети пациентов, регулярно принимающих препаратов, могут достичь уровня нормотензии, то есть нормального показателя артериального давления. А учитывая сложность лечения хронической артериальной гипертензии, гипертонической болезни, и стоимость препаратов, которые у нас, к сожалению, большей частью импортные, стоимость может доходить до 50 долларов в месяц. В принципе, нередко встречается. Поэтому лечение гипертензии с использованием не медикаментозных методов лечения, но имеет определенный и финансовый смысл. Одна из проблем, которая в последнее время стала все чаще и чаще упоминаться при анализе причин повышения гипертензии и ее хронического течения, это синдром обструктивного апноэ сна. То есть нарушение дыхания во время сна, которое часто формируется у людей с пышной массой тела. А мы видим, что у людей с избыточной массой тела в России с каждым годом все больше и больше. Мы Америку в этом печальном факте догоняем. И одним из факторов, который провоцирует повышение артериального давления во время нарушения сна, особенно у полных людей, это гипертензия организма. Дыхания нет, кислорода мало, и компенсатурно повышается давление, чтобы как-то прокопчать кровь, добавить кислорода туда, где его не хватает. Это один из факторов. Второй фактор, я последние два года плотно занимаюсь темой профилактики и лечения курения. Курение всегда сопровождается абстрактивными заболеваниями легких. И в среднем у третьих пациентов, имеющих заболевания легких, это чаще всего курильщики, возникает вторичная на фоне патологии легких пульмоногенной артериальной гипертензии. Обычно 2-3, максимум 4-5 лет на фоне хронического заболевания легких артериальной гипертензии уже формируется как закономерное последствия нарушения работы патологической системы. Атериальная гипертензия и курение. Два фактора, наверное, наиболее печальных и опасных. Это угарный газ, СО, который соединяется с гемоглобином в крови. И если СО соединяется с гемоглобином в крови, вызывается карбоксик гемоглобин. То кислород, который мы вдыхаем, не может присоединиться к гемоглобину, потому что гемоглобин уже захвачен угарным газом. Но нужно помнить, что угарный газ в форме карбоксик гемоглобина в крови 4 до 6 часов циркулирует без снижения. То есть период полувыведения 4 до 6 часов это в среднем. Если курильщик курит 4-5 секрет в день, он постоянно находится в состоянии гипоксии тканей кислородного голодания. Это сопровождается спазмом сосудов и поражением стенокартерии. Никотин, который убивает лошадь, как всем известно, одна капля никотина убивает лошадь, его прямое фармакологическое действие это повышение симпатической активности вегетативно-нервной системы, соответственно, сужение сосудов, повышение артериального давления. Соответственно, специалисты, которые занимаются темой курения и гипертензии, в своем практике используют такой термин, понятие никотиновая гипертония. То есть гипертония, артериальная гипертензия, которая непосредственно сформирована, вызвана и обусловлена курением. Причем я обращаю ваше внимание, что если никотин формирует гипертонию у курильщика, то угарный газ может провоцировать нарушение артериального давления у тех, кто оказывается в группе пассивных курильщиков. То есть, если муж курит, жена не курит, то все-таки угарный газ, который в табачном дыме присутствует, при пассивном дыхании в присутствии рядом с курильщиком может прополосировать спазм сосудов своего специфического действия. Фактор, с которым сейчас активно борется вся мировая медицинская общественность, это проблема избыточного веса и ожирения прежде всего. В комплексе метаболических нарушений это избыточная масса тела, повышение уровня сахара, сахарный диабет второго типа. Артериальная гипертензия присутствует как один из факторов метаболического синдрома. И повышение массы тела сопровождается увеличением активности симпатической нервной системы. парасимпатическая это вторая часть вегетативной нервной системы работает слабее и мы говорим потом как можно регулировать через дыхание баланс симпатической и парасимпатической нервной системы. И порядка 70% мужчин 60% женщин от реального давления ожирения занимают закономерность. Если говорить о конкретных цифрах от оценки специалистов на каждые 4,5 килограмма лишнего веса давление увеличится также на 4,5 миллиметра плотного стопа. И риск заболеваний в том числе гипертензии на каждый килограмм лишней массы тела 3% риска увеличивается. Если килограмм 10 вы набрали то уже процентов на 30 риск развития патологии сердца и сосудов и давления в том числе повышенного глаз присутствуют. Надо с этим быстро и надежно расставаться. функциональная система кровообращения охватывает весь организм от макушки до пяток. Мы видим, что есть малый круг кровообращения, который связан с циркуляцией крови в легких и в области головного мозга. И большой круг кровообращения от сердца и охватывает все остальные участки нашего тела. Что нужно помнить, что у нас идет циркуляция крови 84% это большой круг кровообращения, а малый круг, который включает легкие 10%. Анатомически, физиологически функция дыхания, функция работы, состояние работы легких связана с кровообращением. В интенсивности кровотока прежде всего нужно говорить, когда мы говорим о состоянии головного мозга. У нас самый главный управляющий нашей биологической системе. Вот смотрите, мозг имеет массу всего лишь 2%, может быть 2,5% если уж кому-то повезло побольше, но 20% кислорода требуется ему даже в состоянии покоя и не менее 13% объема кровотока. То есть это основной потребитель в смысле кровотока и потребления кислорода. Малый круг легочное кровообращение, что для нас очень важно сейчас. Площадь наших альвеол от 80 до 100 квадратных метров и на одну альвеолу маленький воздушный пузырек приходится несколько капилляров. Как говорят специалисты по морфологии, если смотреть внимательно микроскоп, то такое ощущение, что легочный пузырек альвеола полностью покрыт пленкой крови, столько интенсивный кровоток. Соотношение вентиляции легких и кровотока примерно 4 к 5, то есть коэффициент 0,8. Это при нормальном дыхании и при хорошем состоянии легких. И фаза дыхания имеет определенное значение для циркуляции крови и в легких и в сердце. Например, при вдохе восстанавливание легких увеличивается и улучшается генозный возврат крови к сердцу. Поэтому управляя дыханием можно управлять кровообращением. Если знать, как это делать. Заглянем немножко внутрь, мы к этой схеме чуть позже потом еще вернемся. Вот это конечная наша часть вентиляции это альвеолярный ход, это группа альвеол воздушных пузырьков, которые плотно окутаны сетью капилляров и идет диффузия. Вот здесь на границе альвеолы и капилляра идет диффузия. Кистород входит в альвеолу углекислый газ выходит, кислород уходит в капилляр, а углекислый газ выходит в альвеолу. У нас идет газообмен и в легких и в тканях. Но обратите внимание, что есть определенный барьер, то есть альвеола, воздушный пузырек, открыт определенной пленочкой. Дальше схема будет более подробная. И от качества состояния легких зависит естественно кровоснабжение, газообмен, соответственно уже ответная реакция организма. Если легкие в порядке, кровоток нормальный, легкие страдают, уже кровоток и эпоксия. Дыхательная система, она является частью кардиореспираторной системы. У нас был вебинар респираторный тренинг клея, астми и ишемической болезни сердца. Мы там об этом подробнее говорили, что здесь все-таки полезно вспомнить. Если мы говорим о содержании углекислого газа и кислорода, легких, углекислого газа при вдохе немного, почему? Потому что в атмосфере содержится всего лишь 0,03% углекислого газа. Вот уже альвеолы, уже содержание углекислого газа повышается и по нарастающей в тканях его больше всего. Если посмотрим градиент или перепад концентрации кислорода, то видим картину обратную, зеркально-обратную на вдохе у нас кислорода больше всего, 21% и потом по обывающей тканям на уровне митохондрии там вообще минимальное содержание кислорода. И система дыхания и кровообращения она настроена на то, чтобы вот этот баланс и пропорции поддерживать и по уровню углекислого газа и по уровню кислорода. Потому что в клетке требуется минимальное содержание кислорода и избыток кислорода он всегда опасен как провоцирующий например избыток свободных радикалов. функциональная дыхательная система имеет определенную связь с системой кровообращения через гипоталамус это специальная структура головного мозга. Наша система дыхания имеет физиологическую связь с системой кровообращения не только на уровне анатомических компонентов такие как легкие сосуды и так далее клетки но и на уровне структуры регуляции. В головном нашем мозгу имеется гипоталамус который осуществляет координацию функций дыхания и кровообращения. Отдельно имеется дыхательный центр управляющий процессом вентиляции контролирующий газовый состав крови и сосудодвигательный центр который имеет функцию как прессорное повышение давления так и депрессорное снижение давления. Если говорить о глобальном управлении артериальным давлением то основную функцию основной процесс регуляции ложится на вегетативную нервную систему. Здесь мы должны запомнить. Вот я специально выделил и подчеркнул парасимпатический отдел нашей вегетативной нервной системы оказывает расширяющее действие на сосуды а через определенные способы регуляции дыхания мы можем влиять на тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы а значит обеспечить эффект расширения сосудов если нам это необходимо. о чем еще нужно помнить когда мы говорим о связи дыхания и кровообращения о том что легкие кроме функции вентиляции газообмена являются органом очень активным в плане метаболизма то есть обмена веществ можно сказать что легкие это вторая печень потому что идет активная циркуляция всех веществ через легочную ткань и идет процесс скажем так и выработки и разложения ноктивации биологически активных веществ объемная скорость кровотока в легких больше чем в печени почти в 4 раза поэтому активная функция легких хорошее состояние легких как органа обеспечивает хороший метаболизм многих факторов в том числе и факторов которые прямо или косвенно но активно влияют на тонус гладких мышц сосудов это всем известный адреналин с норадреналином серотонин с гистамином ангиотензин простагландина это все биологически активные вещества которые в легких могут инактивироваться если легкие у вас здоровы кроме того в легких у нас идет накопление депонирования крови плюс образование тромбопластины гепарина что влияет на свертываемость крови на ее вязкость и очень интересный фактор это образование простагландина 12 это биологически активное вещество которым японский профессор Сатоси перечисляя специфические свойства простагландина прежде всего отмечает что простагландин расширяет кровеносные сосуды и снижает давление поэтому хорошее регулярное занятие в области практики дыхания позволяет этот процесс поддерживать на должном уровне в любом возрасте еще раз вернемся к схеме о которой мы немножко говорили это именно диффузия и разобмен в легких вот здесь по поверхности вот этого пузырька альвеолы воздушные находится маленькая пленочка ну условно говоря жидкость называется она сурфактант название интересное сурфактант является специфическим веществом который прежде всего предотвращает спадение легких спадение альвеол ну например бывают ситуации пневмоторакса когда ранение грудной клетки воздух поступает в плевральную полость и легкие сжимаются но они не слипаются потому что сурфактант не дает нашим альвеолам склеиться и если провели вовремя операцию то легкие потом спокойно расправляются это важнейшая функция сурфактанта но касаясь связи дыхания и кровообращения что нужно обратить внимание на что растворимость кислорода который мы вдыхаем фосфолипидах а фосфолипиды это основной компонент сурфактанта растворимость кислорода в фосфолипидах выше чем в воде поэтому наличие сурфактанта вот на этой альвеоле на ее поверхности обеспечивает улучшение диффузии кислорода из легких в кровь запомните это название сурфактант потому что когда мы будем обсуждать тему ароматерапии при гипертонии, я вам скажу об одном-двух эфирных маслах, которые улучшают функцию сурфактанта и его синтез. Это очень важно в плане профилактики, лечения заболеваний и легких при гипертонии. Очень интересно у нас легкий устроенный многофункциональный систем. Функциональная система кровообращения, она прежде всего предназначена для циркуляции крови, естественно, которая несет кислород и питательные вещества. И мы с вами знаем, что есть магистральные сосуды, которые называются артерии, артериальные русла, несущие кровь с кислородом с питательными веществами в ткани и венозная, которая несет, скажем так, отработанную кровь. Все мы помним, что сосуды имеют мышечную оболочку и по мере удаления от сердца от аорты, мышечная оболочка немножко по плотности своей уменьшается, но присутствует вплоть до мельчайших сосудов. А мельчайшие сосуды это артериолы, мелкие артерии, но артериолы это уже как бы конечная часть артериального русла, диаметр хвоста крон и мышечная оболочка здесь все-таки присутствует. В целом в артериальном русле мышечная оболочка, она более представлена, более мощная, чем в венозном, потому что нужно выдерживать напор крови, который возникает при выбросе крови из сердца. Ну основная наша с вами, скажем так, почва нашей дни его жизни, которая обеспечивает жизнь клеток, это микроциркуляторное русло. Микро это значит маленькие, мельчайшие сосуды. В целом, если говорить об этом микроциркуляторном русле, вот можно его так обозначить, я всегда это сравниваю с мелиорацией. Есть магистральный канал, это артериола, а потом уже более мелкие веточки артериолы, прикапиллярные артериолы и капиллярчики, тончайшие сосудики, по которым и поступает влюбительная кровь с кислородом с питательными веществами в клетки. Что нужно обратить внимание, на что нужно вот сейчас особо обратить внимание, то что у нас вот здесь мышечные элементы есть в артериолах, и вот этот блок прекапилляры. Он тоже имеет мышечные компоненты, и он выглядит как сфинктер. Ну, сфинктер, чтобы вам понять, это круговой мышечный жом. Условно говоря, если говорить по внешнему признаку, если мы посмотрим на наш рот, на губы, это тоже сфинктер. Либо они сжаты, либо они раскрыты. Ну, сфинктер, который мы пользуемся регулярно, это в конце прямой кишки, когда мы ходим с вами в туалет для дефекации. Там тоже сфинктер. То есть это круговые мышцы. И вот этот сфинктер прикапиллярный, он имеет важнейшее значение для регуляции кровотока, кровоснабжения тканей. Либо он открыт, кровь идет хорошо, либо он закрыт, когда кровь проходит с капиллярами мимо, через шум. А здесь немножко поступает плазма с витаминами и чуть-чуть кислорода. В крови в плазме есть кислород, но у него там 3-4% не больше физически растворенного. Основная масса кислорода идет в связи с гемоглобином внутри эритроцитов. Чтобы наши клетки получали достаточное количество кислорода, нам нужно, что мы вернемся к тому, где мы остановились, в микроциркуляторное русло. Это то, что питает наши ткани. Артериолы, по которым еще идет поток крови достаточно плотно, потом переходная зона, прикапилляр, сфинктер круговой, сжимающий, либо расслабляющий капилляр и дающий кровь, либо он дает возможность кровотоку идти через капилляры, либо он закрыт, тогда шум в обход. Это главный регулятор нашего микроциркуляторного русла, потому что в самих капиллярах практически мышечных элементов нет. А вот этот регулятор сторож. И когда мы с вами слышим такие уже избитые фразы дышите глубже, пусть будет больше кислорода, я спрашиваю, где будет кислорода больше? В крови. А где он нужен? В клетках. А чтобы кислород из крови хорошо шел в клетке, нужно, чтобы капилляр получал нормальный объем крови. Значит, нужно, чтобы прикапиллярный сфинктер, замок, сторож был открыт. Но это как шлюзы, так анали. Либо они открыты и поток нормальный, либо они закрыты. Там уже проблемы возникают. Так вот, если прикапиллярный сфинктер закрыт, то жидкая часть крови плазма, она в капилляр. Если сфинктер открыт, то красновжение тканей нормальное. Так, продолжаем. Если сфинктер перекрыт, то жидкая часть крови плазма без эритроцитов, без других фирменных элементов, форменных элементов, она поступает в капилляр. Она немножко несет там растворенные питательные вещества, витамины, чуть-чуть кислорода. 2-3-4% физически растворенного, но полноценного снабжения тканей и обеспечения наших кислородом, если вот этот сфинктер закрыт, если здесь блок, ткани не получают. Они оказываются в состоянии хронической гипотксии, кислородного голодания. Плюс, если идет большое количество вот этих закрытых прекапилляров, и кровоток капилляром ограничен, то повышается периферическое сопротивление сосудов. Эти сосуды оказывают сопротивление кровотоку больше, чем в норме. И это как раз является одним из условий, одной из причин повышения давления внутри сосудов. Потому что кровь не может распределиться по капиллярному руслу, капилляры закрыты. Здесь ее накапливается больше, чем запланировано от природы в норме. Но дыхание может позволить нам определенным образом управлять вот этой зоной, значит капиллярным кровотоком против и как, поэтому подойдем кислородным. Капилляры кровеносные то, что нас больше всего интересует. Обратите внимание, что капилляры могут быть разного диаметра, но наиболее узкие это капилляры внутри легких, головного мозга, гладких мышц. Гладкие мышцы это наша внутренняя мускулатура, кишечник, мышеводящие пути, маточные трубы, а наиболее широкие в печени, селезенки и так далее. Но вот цифры. Диаметр эритроцита, той красной кровяной клетки, которая везет кислород, в среднем 7 микрон, а у капилляров 2 до 12 микрон диаметра. Но также и другие форменные элементы крови, ну лейкоциты, комбоциты, комбоциты, отцветленность крови, макрофаги это имеющие защитную функцию. Они имеют довольно большой диаметр, поэтому если капилляр, наш капилляр работает, то клетки идут не толпой, как на базаре, а как солдаты один за одним. Позволяет равномерно питать ткани, равномерно собирать обратно то, что там не нужно. При этом, когда пытаешься осмыслить цифры и читаешь, что протяженность капилляров до 100 тысяч километров, вот это все равно не укладывается, потому что как-то, ну рост может быть метр восемьдесят, два метра длину, длительность капилляров фантастическая. Но это говорит о плотности капиллярного русла в разных органах и тканях и о важности нормального капиллярного кровотока для жизни всего тела. Все наиболее важные функции нашего уровня микроциркуляции это трофическая, то есть питательная, и дыхательная. Дыхательная это значит газообмен в клетках, отдача кислорода в клетке и накопление углекислого газа, выведение его в легкие. Что нужно обратить, что у нас, если все капилляры у нас сразу откроются, то нам будет плохо, потому что на такой объем капиллярного русла, если все капилляры сразу откроются, крови не хватит, 5 литров, так уж много, если взять длительность и объем всех капилляров. Поэтому в условиях физиологического покоя примерно половина капилляров закрыта, не функционирует. В момент, как в активности, например, мышцы стали работать, в этой ткани больше капилляров откроется, легкие стали лучше работать, там капилляры откроются. То есть капилляры открываются, закрываются по мере необходимости усиления, либо снижения активности функции какого-то органа. Та же кожа мы знаем, когда мы в павилочке, например, сидим либо какие-то процедуры делаем, тепловые козы, получают импульсы и капилляры открываются. Артериальное давление, оно у нас определяется прежде всего в миллиметрах втутного столба, в единицах, и оно зависит от состояния периферического сопротивления, о чем мы говорили, капилляры работают, либо они закрыты, от тонуса в стенке сосудов артериальных, напряжены они, либо в нормальном тонусе, эластичность, которая снижается с возрастом, вязкость крови. Она, кстати, определяется отчасти и характером питания, но злоупотребление алкоголем тоже здесь негатив дает. И такие всем известные факторы, как эмоции, физические тренировки повышают давление. Время сна, давление снижается. И, собственно, вот специалисты по биоритмам так и говорят, что если у человека в течение дня с утра до вечера при многократном измерении давление одно и то же, стабильное, то это уже говорит о проблемах, о нарушении саморегуляции. Давление, в принципе, у нас в течение суток меняется. Утром после сна поменьше, к вечеру оно побольше. Время сна, естественно, снижается, потому что мы отдыхаем. Также в зависимости от положения тела, артериальное давление может меняться, поэтому если человек ослабленный, я им чаще, таким пациентам рекомендую заниматься дыханием в положении лежа, спине либо лежа на боку. Более равномерный кровоток по всем органам и тканям. Прежде всего для головного мозга это очень важный физиологический момент. Если мы раскладываем понятие артериальное давление на составляющие, то мы знаем, что есть давление верхнее, либо систолическое, которое появляется в момент выброса крови из желудочка левого. 100-120 мм. Диастолическое состояние, когда сердце отдыхает, 60-80 мм, нижнее, как называем. Пульсовое – это разница между систолическим и диастолическим. Есть такое понятие среднединамическое давление, которое складывается из систолического давления и 1 трети пульсового. То есть все эти показатели, все эти параметры может определить любой человек у себя дома, не обязательно посещать картеолога. Атериальное давление и дыхание. Вот уже начинаем входить в суть вебинара. Прежде всего обращаю внимание на важность носового дыхания. Четко всем описано в физиологии, в учебниках по лорболезням, что при носовом дыхании давление в сосудах мозга соответственно меняется, повышается и понижается в соответствии со вдохом, либо с выдохом. Если человек дышит через рот, этот механизм циркуляции крови в сосудах мозга страдает, ослабляется. При исследовании корней с гипертонией на предмет уровня углекислого газа капнография – это определение углекислого газа легких. Соответственно, перерасчет идет в крови. Оказалось, что половина больных с гипертонической болезнью, имеющие синдром одышки неясного генеза, но люди часто жалуются, что не хватает воздуха и после какой-то непонятной одышки, то примерно половина пониженного содержания углекислого газа. Это типо-капнический тип, то есть мало углекислого газа. Ну, как говорил ПТ, как глубокое дыхание. И вот это ненормальное высокое периферическое сопротивление сосудов, которое вызывает перегружку миокарда в два и даже в два раза, оно как раз имеет причины к капнению и, соответственно, спазм от периода с уменьшением их просвета. Например, даже вот три четверти половины просвета от нормы может уменьшаться в связи с дефицитом углекислого газа. Это уже научный факт из результатов наших отечественных исследований. Ну, если углекислый газ требует какой-то специфической методики исследования, то минутный объем дыхания, спирометрия, проводится в обычной поликлинике и при исследовании пациентов, имеющих проблемы с артериальным давлением, при исследовании людей в общей популяции оказалось, что примерно около 40% пациентов, по вспомнке мы говорили о том, что гипертония имеет свою распространенность примерно 40% взрослого населения. Такое указалось, что примерно совпадение около 40% населения имеет избыточное дыхание, повышенный минутный объем дыхания. МОД – это минутный объем дыхания примерно в 1,7 раза. Таким образом, вспоминаешь опять же людей, как Константин Павлович Абутейк о том, что он говорил, что люди многие, особенно современные, дышат больше, чем нужно. Как он говорил, так просто, но очень конкретно обжорство воздухом. При этом пациенты не чувствуют, что не дышат много. Как-то постепенно люди привыкают к избыточному дыханию. Ну, собственно, здесь как вот и механизм переедания. Если нет самоконтроля, то функции постепенно изменяются, человек незаметно переходит в другое болезненное состояние, не чувствуя изменений. При оценке дыхания самая простая проба, которую любой из вас может провести – это проба штанги, задержка дыхания после вдоха. И оказалось, что в зависимости от уровня артериального давления, либо она нормальна, либо она понижена. Тем меньше проба штанги, но она хотя бы должна быть 40, лучше 60 секунд, тем чаще выше риск от реального давления. Еще один показатель, который вы можете у себя использовать для самоконтроля – это соотношение показателей кровообращения и дыхания, кардио-респираторный индекс, соотношение пульса и дыхания. Делите чистое пульс и не чистое дыхание и определяете. Если показатель этот в делах 4-5 единиц, то у вас увеличенное состояние здоровья. Если показатель увеличивается, то это напряжение уже в регуляции сердца и сосудистого тонуса. А если он снижается меньше 4-5 единиц, то это уже склонность к каким-то проблемам с нарушением функции дыхания, либо начало заболевания легких. Запомните, очень простая форма – чистое пульса делено на чистое дыхания. Но это к общей популяции относится. Если люди длительно занимаются дыханием, там уже некоторые особенности есть, но это не для общей лекции. Что показали исследования физиологов в плане регуляции дыхания, что если человек начинает заниматься именно регуляцией дыхания, а не дыхательной гимнастикой, не какими-то специфическими резкими дыханиями, а регуляцией дыхания, то при замедлении дыхания 4-6-8, ну в среднем 6 циклов в минуту. Это вызывает определенные изменения в регуляции, изменения в вегетативной нервной системе. И что для нас с вами важно – скурежение дыхания дает усиление парасимпатических влияний, то есть тех влияний, о которых я вам говорил в начале, что парасимпатический отдел нервной системы вызывает расширение сосудов. Поэтому через регуляцию дыхания с урежением дыхания можно усилить парасимпатику и помочь нашим сосудам расслабиться. Плюс тесты физиологически с редким глубоким дыханием, но именно редким, обратите внимание, тоже сопровождаются снижением артериального давления, если оно повышено, а если оно нормально, оно просто стабилизируется, становится более устойчивым. Естественно, нужно бояться, что если вы с нормальным давлением начнете регулировать дыхание, давление упадет. То есть механизмы саморегуляции, самосохранения устойчивого работают. Что мы должны помнить о том, что у нас с вами насыщение кровью кислородом достаточное, получаем 21% выдыхаем 14, поэтому важно не столько вы вдохнули кислорода, а как он работает на уровне клеток. 600 литров кислорода в сутки мы получаем, то есть нам кислорода на уровне вентиляции легких всегда достаточно, но важно, чтобы этот кислород нормально работал в тканях, а это зависит от содержания углекислого газа. Вот по углекислому газу баланс бывает интересный, но данные физиологов в том, что если содержание углекислого газа снижается, например, на 1 мм портутного столба, сосуды артериальные тут же реагируют, уменьшаются. Если, например, 42 уменьшается с 45 до 29, встречается не так уж редко, примерно на 30%, также на 30% уменьшается просвет артериол. В ответ на спазм сосудов на спазм артериол повышается давление, но это не интенсирует ишемию полностью, то есть давление повышается, кровоток через артериол увеличивается, но капилляры-то работают слабо, поэтому ишемия как ничтение кровотока ткани даже при повышенном давлении не устраняется полностью. Повышение давления возникает как реакция компенсации саморегуляции. И вот важнейшее значение углекислого газа и связь давления с дыханием. Углекислый газ является фактором, который расширяет сосуды, ваза-дилататор. Ваза-это сосуд, дилататор, дилатация, расширение. У взрослых людей, если люди делают задержку дыхания, она составляет в среднем 40-60 секунд. Но смотрите, при задержке дыхания, естественно, если мы не выдыхаем, то у нас содержание углекислого газа повышается, потому что мы не выделяем его из легких, может достигать 7%. Иногда люди увлекаются задержками дыхания, но приходится их немножко тормозить, потому что избыточные задержки дыхания у больных людей могут провоцировать нежелательные реакции. Отчасти потому, что вырастает значительно углекислый газ, отчасти потому, что если мы делаем задержку дыхания, мы же кислород свежий не получаем, и содержание кислорода в крови тоже снижается. Это вызывает перевозбуждение не только дыхательного центра, но и другие нежелательные реакции. Но в целом, если смотреть на данные физиологов, если человек, например, сделал задержку дыхания на 41 секунду, то в альвеолах, внутри легких, в тех легочных пузырьках, содержание углекислого газа может подняться до 7%. Кислород снижается соответственно. А большие задержки, 126, это 2 минуты, не существенно меняют содержание углекислого газа. Поэтому паузы 15-20 секунд, они полезные, но безопасные. А 40-60 секунд и больше, это уже все-таки для спортсменов, для людей, имеющих повышенную подготовленность, повышенную устойчивость. Но, опять же, запоминаем, что регуляция дыхания с остановкой дыхания может нам позволять быстро получить увеличение углекислого газа. Соответственно, запустить те эффекты, которые зависят от концентрации углекислого газа. Основные факты содержания углекислого газа мы и раньше разбирали, но, в двух словах, это влияние на регуляцию дыхания и кровообращения, это влияние на переход кислорода из эритроцита в ветки, отделение его, как говорят, ассоциация оксигемоглобина, это влияние на биохимию, на кислотно-человечное равновесие. В плане нашей сегодняшней лекции для нас важно доказанные в науке факты, которые связаны с тем, что углекислый газ регулирует тонус артериальных сосудов, тех артериол, с которых начинается микроцепуляторное русло и тонус сфинктера прекапилляров. То есть, если углекислого газа у нас с вами норма биологическая, то прекапилляры открыты, кровоток через капилляры идет нормальный. Если углекислого газа содержание снижается, то и возникает спазм артериальных сосудов и закрывается сфинктер капилляры. Соответственно гипоксия клеток и все вторичные нарушения и повышение артериального давления и многие метаболические нарушения. О важнейшем значении углекислого газа говорил в свое время наш великий ученый Константин Павлович Бутейко. Долго его затирали, замалчивали, но, как говорится, правду не убьешь. Он получил патент на определение углекислого газа простым способом. Не просто не используя какой-то специальный прибор, капнограф, капнометр, а в домашних условиях. Довольно достоверный показатель, который определяется из сочетания ряда чисел. Мы определяем задержку дыхания, это время максимальной задержки дыхания. Соответственно выносим поправку на коэффициент. Исходно известно, что минимальное содержание углекислого газа в альвеолярном воздухе 3,5%. Если меньше, человек уже просто жить не способен. По простой этой формуле любой из вас уже сегодня по селекции может достаточно уверенно сказать, на каком уровне углекислого газа ваш организм работает. Хорошо, когда 6-6,5%. Это показатель хорошей физиологической нормы. Кроме углекислого газа, который является важнейшим биологическим агентом, связанным с функцией дыхания, есть еще один важнейший момент, который нужно учитывать при обсуждении темы дыхания и сосуды гипотомии, это разночение оксида азота. Простая формула, простая молекула из двух атомов, но она имеет колоссальнейшее биологическое значение, как сигнальная молекула сердечно-сосудистой системы. Она образуется в организме в процессе окисления, тоже в процессе дыхания. Есть аминокислота, так называемая L-аргинин, она обрабатывается специфическими ферментами, и все эти ферменты, эти три формы, находятся у нас с вами в дыхательном тракте. Поэтому от качества дыхания, от состояния дыхательной системы во многом зависит из синтеза оксида азота и от типа дыхания. Больше всего оксида азота образуется в полости носа. Я когда проводил в том году цикл, наверное, 15 семинаров по промыванию носа, по вопросам гигиены носа, всегда обращал на это внимание, что если у вас нос чистый, дышит нормально, у вас с оксидом азота проблем почти не бывает. И когда человек вдыхает оксид азота, они идут в молекулы бронхиолы, расширяют бронхиолы. Но для нас с вами что важно, что при правильном дыхании и нормальном содержании оксида азота, оксид азота дальше пососует расширению сосудов легких. Не только в легких, но и в других органах и тканях. Маленькая подсказка, может быть не совсем в тему, но, в общем-то, по сути, что L-аргинин, он имеет определенное распределение в продуктах, и наиболее богатые продукты по концентрации этого аргинина, это творог, рыба, яйца, сыр, орехи, черный шоколад. Ну, кокосовый орех, это дорого, молочные продукты тоже есть, овес, арахис. И такая подсказочка от диетологов, что миндаль, миндаль пока еще дороговато, но можно себе позволить, содержит большое количество L-аргинина, также витамина Е. Если вы ежедневно хотя бы 4 орешка миндаля в сутки будете кушать, то это поддержит баланс L-аргинина, и, соответственно, баланс выработки оксида азота как продукт обработки этой аминокислоты. Основные моменты, которые в этой теме мы запоминаем, что оксид азота регулирует расширение кровеносных сосудов, а если были проблемы, например, там какие-то нарушения после операции и так далее, то ангиогенез, это образование новых сосудов, он этому процессу способствует. Ограничение стрессовых гормонов и вот важный момент технический, что можно влиять на содержание оксида азота не только используя определенные продукты питания, но и используя определенную процедуру, такую как задержка питания. Но что интересно, что нарастание оксида азота в процессе задержки дыхания увеличится примерно до 30 секунд, а больше уже не растет. Поэтому, когда мы с вами говорили о задержках дыхания углекислый газ 41 секунда, 7% через 30 секунд оксида азота, опять же, говорит о том, что 20-30 секунд задержки дыхания – это полезный тренинг без перенапряжения системы регуляции дыхания. Ну и так, в плане дополнения, об этом мы уже в других вебинарах говорили, мы все восхищаемся уровнем здоровья и выносливостью жителей Тибета. Традиционно все говорят, что они живут в высокогорье, поэтому там адаптация гипоксии, поэтому они с детства выносливые. Но оказалось, что выносливость жителей Тибета появляется не только тем, что они родились в высоком горах, но и тем, что в их организме имеется большое содержание оксида азота в метаболитах, которые значительно улучшают качество ростомжения даже на фоне высокогорной гипоксии. Помогает им быть выносливым в этой ситуации. Респираторный тренинг. Что можно использовать, если нам нужно справляться с артериальной гипотензией? Какие факторы нужно включать? Факторы физиологического плана. Диафрагмальное дыхание, которое обеспечивает хорошую циркуляцию по артериям и венам и хорошую циркуляцию кровоснабжения в легких. Замедление дыхания и уменьшение дыхания, которое позволяет перестроить биоритм и регуляцию не только дыхания, но и артериального давления. Это сопровождает увеличение времени выдоха и времени дыхательного цикла. Это сумма вдоха и выдоха в секундах. Через регуляцию дыхания и замедление дыхания можно улучшить тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, которая способствует расширению сосудов. Мы уже об этом говорили. Легкая физиологическая гипоксия. Физиологическая это значит не опасное снижение кислорода на 2-3, может быть 5%. Когда в 2-3 раза уменьшается, но в 3 раза уже никто не выживает. Например, с 20 до 10% снижается содержание кислорода в обдыхаемом воздухе. Это уже гипоксия, которая может провоцировать болезненные нарушения патологические. Естественно, если углекислый газ влияет на кровоток и на кислородное снабжение тканей, нам нужно думать о том, чтобы восстановить нормальное содержание углекислого газа и нормальный минутный объем дыхания, если человек дышит больше, чем обычно. Повышение содержания оксида азота через дыхание, мы уже об этом говорили. И очень интересное направление, о котором я так уже не один год говорю, что можно сочетать тренировку дыхания с оптимальным вариантом аромотерапии. Поэтому будет сочетание двух программ, которые можно обозначить как аромореспираторный тренинг. То есть, проводить не просто ингаляцию эфирных масел через нос, но немножко менять структуру дыхательного цикла. Вот эти все основные факторы можно использовать в домашних условиях, они не требуют много времени, они не требуют практически денежных затрат, тех 50 долларов в месяц, которые уходят на лечение гипертонии, а результат дает хороший. Главное, что это у вас всегда в любой ситуации, независимо от курса доллара. Классическое направление в физиологии в медицине – это применение гипокситерапии. Норма барической – это значит в нормальном давлении. Вы знаете, есть методика гипербарической оксигенации, когда человека помещают в камеру, в которой повышено давление больше, чем атмосферное, и туда закачивают кислород. При гипербарической оксигенации повышается количество растворенного в крови кислорода, это компенсирует временно гипоксию кислорода и окладание тканями. Оказалось, что если правильно проводить гипокситерапию, то есть дыхание с пониженным содержанием кислорода, это дает еще более интересный, еще более выраженный, сильный, стабильный лечебный эффект. Поэтому разработаны программы дыхания при нормальном атмосферном давлении, но дыхание с пониженным содержанием кислорода. Специальная смесь формируется в устройстве, в аппарате, в гипоксикаторе. И оказалось, что лучший вариант дает дыхание гипоксии не постоянное, когда вам надели маску, вы 20 минут сидите в гипоксии, а циклическое. 5 минут вы дышите обычным воздухом, 5 минут дышите гипоксической смесью, опять 5 минут обычным воздухом, опять 5 минут гипоксической. И считается, что в принципе норма должна быть до 5 циклов. То есть в сумме это 25 минут гипоксического дыхания, но с перерывами. Это один из надежных способов нормализации давления, если это регулярно проводить, ну хотя бы процедур 20-20 или меньше. Ну в чем здесь уникальный результат обеспечивается? То, что есть эффект гипоксического прекондиционирования. Если говорить в двух словах, то в ответ на вот это легкое кислородное голодание, организм себя мобилизует, стараясь захватить кислорода как можно больше. И в ответ вот на кислородное голодание, каковременно легко формируется, включается эволюционно природно заложенная реакция, расширяются капилляры и увеличивается захват кислорода клетками. Это наблюдается при любой ситуации, даже, например, у пациентов с поражением сосудов на фоне диабета. И идет стимуляция на уровне сверхвосстановления. То есть те функции, которые были ослаблены и подавлены, они не просто поднимаются до нормы, но и накапливается некоторый их резерв, запас жизненных сил. Поэтому эффект гипоксической терапии оказывается не только на фоне различных болезней, но и проявляется как эффект замедления старения организма. В целом описывают, что имеется масса эффектов, доказанных на уровне физиологии и биохимии. Для нас самое важное то, что гипоксическое дыхание улучшает прообращение мозга, системное артериальное давление и в результате адаптации гипоксии, адаптации этого приспособления, улучшается синтез оксида азота, что нам нужно для расширения сосудов. Обратите внимание, что снижение содержания кислорода в течение сеанса дыхания может уходить даже до 12%, но не сначала. Сначала легкая гипоксия, когда на 2-3% снижается содержание кислорода во вдыхаемой в вдыхаемой и воздушной смеси. А потом постепенно можно уменьшать через 2-3 сеанса еще на 1-2% до 12%. Получается, что в норме человек придет получать 20% кислорода на вдохе, а в курсе гипокситерапии до 12% снижается почти в 2 раза. Но организм становится устойчивее и тренированнее. И что я всегда говорю при обсуждении темы гипокситерапии, что известен феномен перекрестной адаптации. То это значит, что если организм устойчив к снижению содержания кислорода, то он автоматически повышает свою устойчивость ко всем другим вредным факторам. Это и инфекционные агенты, это и метеофакторы, это и какие-то экологические проблемы. Если человек регулярно проводит гипоксические тренировки, то соответственно автоматически повышается его устойчивость ко всем другим вредным факторам. Почему? Потому что гипоксия это самый опасный вредный фактор от природы. И организм к нему старается вот так вот настроиться уже по своим эволюционным законам. Дальше мы будем говорить о некоторых других моментах. Сейчас просто по законам физиологии нужно сделать небольшой перерыв. 5 минут перерыв. Итак, мы только что поговорили о том, что в медицине доказано, что если проводить сеансы дыхания воздушной смесью с пониженным содержанием кислорода, обедненной гипоксической смесью, то при правильном проведении процедуры, при правильном выборе режима и достаточном курсе процедур, ну в среднем 15 процедур, может быть через день. Эффект очень хороший, хороший в плане общего биологического действия на разные органы ткани, ну и на регуляцию артериального давления и на состояние сосудов. Гипоксическое дыхание оказывает положительный эффект. Обращаю ваше внимание, гипоксическое дыхание. Первый способ, который мы с вами сейчас обсудили, это использование специального прибора гипоксикатора, требующего компьютерного сопровождения, специальных баллонов с кислородом и так далее, и так далее. Но сам по себе эффект гипоксии легкой можно получить без этих сложных устройств и дорогостоящих процедур. К сожалению, медицина вся перешла на деньги и бесплатную гипокситерапию получить не так уж часто можно найти где-то в санаториях, если плановое лечение, а так это все платные услуги. К гипоксии мы еще вернемся с другой стороны, подойдем. Второй момент очень важный, учитывая значение углекислого газа, влияние его на тонус сосудов на микроциркуляцию, связь углекислого газа с функцией дыхания, которую обозначил наш великий ученый Константин Павлович Бутейко. Может быть он формально был в советское время только кандидатом наук, но вклад в мировую медицину и оздоровительную практику, которую Константин Павлович внес, и сколько он выдержал последований, он достоин 10 академических званий. Константин Павлович защитил свое открытие на уровне юридическом имеется патент. Вот, посмотрите, приоритет заявки был в 1962 году, только в 1983 году, и мы все-таки выдали документы. Я с этим методом работал лично, Константин Павлович, я имел счастье учиться, и в одном из основных сборников метод Бутейко, который мы выпускали в 1990 году, есть мой серьезный доклад «Теория и практика в ЛГД». Там на 9 страниц много чего интересного, в том числе и по углекислому газу. Этот сборник можно найти и скачать в интернете без проблем. Основные идеи. Как нам измерять дыхание? И чем отличается подход Бутейко к классическому подходу? Обычно, когда говорят об измерении дыхания, говорят, давайте делать задержки дыхания. Константин Павлович отнес эту тему к более тонким моментам дыхания, связанным с образованием углекислого газа, с изменением газообмена на уровне остановки дыхания. Апноя, апноя – это остановка дыхания. Оказалось, что есть период, когда после выдоха мы сидим спокойно, без напряжения, вообще никаких ощущений, это контрольная пауза. В это время углекислый газ накапливается, начинает превышать уровень, но мы терпим, не дышим дальше с волевым усилием, уже трудно дышать. И потом, если дышим и сидим до предела, это будет задержка дыхания. Так вот, надо понимать, что задержка дыхания, она как минимум в три раза больше, чем контрольная пауза, ну, больше даже, чем волевая. Но в понятии есть еще такой термин – максимальная пауза. То есть, от начала остановки дыхания до конца волевой паузы – это максимальная пауза. Идеальное состояние дыхания по углекислому газу и по оценке метода Бутейк – это когда показатель контрольной паузы составляет 60 секунд. То есть, если вы спокойно после обычного выдоха можете сидеть минуту без напряжения, это показатель того, что у вас углекислый газ, можно сказать, на идеальном уровне 6,5% в оливеолах. Ну, чем меньше паузы, тем меньше задержки дыхания, тем меньше резерв, тем меньше здоровья и больше болезней. Если вы научились измерять дыхание, ну, смотрите, вы дышали, как обычно, вот сегодня после семинара проведете спокойно, посидел, дышал, как обычно, почувствовал, где у тебя вдох, где у тебя выдох. И там, где выдох сам закончился, не нужно форсированно выдыхать, просто выдох сам закончился, и вы остановили дыхание. Можно закрыть нос, можно не закрывать, закрытым носом точнее, только сильно его не зажимайте, чтобы рецепторы не раздражать. И после того, как у вас закончился обычный выдох, вы какое-то время сидите спокойно, никаких ощущений. 5, 10, 15, 20 секунд может быть, новички. Редко, в основном, 10, 12. И только появляется ощущение легкой нехватки воздуха, как сигнал того, что у вас углекислый газ уже начинает повышаться в крови в легких. Вот эта маленькая точка, это первый сигнал повышения углекислого газа, чувство легкой нехватки воздуха. Вот этот светлый период, когда вы сидите без напряжения, это есть контрольная пауза. Дальше вы не дышите, у вас идет накопление углекислого газа, как мы говорили о цифрах, вспомните, не так давно. И немножко уже начинает снижаться содержание кислорода. И ощущение нехватки воздуха становится вот таким вот уже трудным. Надо включать дыхание. Это второй момент, когда вы терпите, это волевая пауза. А общий интервал, это максимальная пауза. Если вы включили дыхание, вы можете дышать через нос и управлять своим дыханием. Это значит, что вы сделали паузы. А если вы делаете задержку дыхания, потом вам приходится открывать рот и интенсивно дышать, потому что задержка – это остановка дыхания на пределе. А максимальная контрольная пауза и волевая пауза – они более мягкие по переносимости. Метод Бутейка защищен патентом. И там основная идея в том, что ежедневно человек проводит занятия, постепенно за счет уменьшения объема дыхания уменьшается потеря углекислого газа, идет его некоторое превышение ежедневно, тренируется дыхательный центр и постепенно доходит концентрация углекислого газа в крови до нормы. Кстати, уменьшение объема дыхания и устранение избыточного дыхания. Два главных правила, которые вам нужно помнить и соблюдать при выполнении способа Бутейка – это то, что вы уменьшаете глубину дыхания, расслабляя мускулатуру, неинтенсивно дышите. И второе, что вот чувство легкой нехватки воздуха, как показатель того, что вы уменьшили дыхание, а чувство легкой нехватки воздуха возникает потому, что вы не выдыхаете избыток углекислого газа, вы его у себя накапливаете, сдерживаете дыхание. Не задерживаете, а сдерживаете. И второе, что во время тренировки вы постепенно чуть-чуть, каждый вдох-выдох чуть-чуть уменьшаете, не додыхиваете и на вдохе и на выдохе. Если вы проводите длительное занятие, то несколько раз контрольные паузы проводятся, но они измеряют дыхание, а не тренируют, потому что контрольная пауза – это легкая остановка дыхания. Это надо помнить. К сожалению, в большинстве псевдопопулярной литературы на разных фотографиях показывают, что метод бутейка – человек сидит, закрыв нос. Вот это метод бутейка. Это все неправильно. Все ощущения, вся регуляция идет на уровне внутренних ощущений. Снаружи вообще ничего не видно, как человек дышит. Вот иллюстрация способа волевой ликвидации глубокого дыхания. То есть, если графически попытаться изобразить тренировку дыхания по идее бутейка, уменьшение глубины каждого вдоха и выдоха – все. На уровне ощущения графика происходит так. Вы сначала сели 2-3 минутки, почувствовали свое дыхание. Вдох, выдох, спокойный, обычный, без напряжения. Но садитесь так, чтобы у вас грудная клетка, плечи были развернуты. Не зажимайте себя. После спокойного выдоха вы остановили дыхание, сидите без напряжения. Во время контрольной паузы идет накопление углекислого газа, потому что вы его не выдыхали. И когда вы почувствовали, что воздуха как будто немножко не хватает, это сигнал о том, что углекислый газ в крови накопился. Вы включаете дыхание. Вы дышите. Но смотрите, у вас амплитуда дыхания меньше, чем обычная. Ваша задача после контрольной паузы удержать себя на малом дыхании. Маленький вдох, маленький выдох. Если вы дыхание не увеличиваете, то вот это ощущение, это ощущение нехватки воздуха, оно у вас во время тренировки присутствует. То есть, если человек уменьшает дыхание по бутылке, он все время как будто чуть-чуть, как будто чуть-чуть слегка задыхается, не додыхивает. Ну, дети говорят, так мы затаяем дыхание, как в пятки играем. Говорят, да, сидишь и не двигаешься, чуть-чуть дышишь, чтобы тебя никто не слышал, не видел. Паузы проводятся именно для измерения дыхания. Растет она или не растет. Если к концу занятия пауза вырастает, значит выдыхание определенным образом уменьшено, если газ накапливался. Ну, можно и без паузы делать тренировку 10-12 минут. В общем-то, при правильном подходе можно сидеть на малом дыхании, чувствуя, что тебе воздуха чуть-чуть не хватает, но не делая специальных пауз. Иногда увлекаются паузами. В этом нет необходимости. Если говорить о формулировках, то есть два таких выражения. Есть способ в ЛГД, болевой ликвидации глубокого дыхания и метод в ЛГД. Способ, это то, о чем мы сейчас говорили, что вы уменьшаете глубину дыхания, чтобы снять какие-то симптомы. Ну, я, например, носовое дыхание быстро улучшал за счет этого способа. Зубную боль убирал пациента. У меня, например, даже после шунтирования убирали приступы стенокардии. Даже после шунтирования сердечная патология такая серьезная. И тренировки выполняете минут 20-30 и меньше. Одна тренировка 10-15, это немного. Есть метод в ЛГД, это система здоровья, где кроме регуляции дыхания способа в ЛГД используются все полезные, важные факторы здорового дыхания и здорового образа жизни. И устраняются вредные, такие как переедание, курение и прочее. Вредные, курение, гиподинамия и прочее, ненужные для нормальной жизни глупости. Кстати, вот, видите, парная сауна и так далее. К методу относятся почему? Потому что при повышении температуры тела в тканях повышается содержание углекислого газа. Вы уже знаете, что есть метод, как система здоровья, и есть способ, как способ управления дыханием. Очень часто в начале истории метода Бутейко его пытались шельмовать и говорить, что он удушает больных, они там умрут от дефицита кислорода. Один из ведущих наших физиологов, профессор Бреслов, ныне все еще здравствующий, прекрасная книга 4 года назад вышла, он проводил дополнительные исследования, независимо от метода Бутейко. Проверяли, насколько способны здоровые люди, ну, не совсем здоровые, уменьшать объем дыхания. Оказалось, что если человек, правильно понимая идею, пытается ограничивать объем дыхания, то он оптимизирует режим легкостной вентиляции, она приближается к идеальной норме, делает боль экономичным, меньше тратит энергии на работу дыхательных мышц, но при этом не более 20% идет снижение. И при таком снижении сохраняется необходимый объем вентиляции для обеспечения метаболических потребностей человека. То есть при уменьшении объема дыхания при правильном подходе, как Бутейко предлагал, дефицита кислорода, особенно в тканях, и падение оксигенации крови, то есть насыщение крови кислородом, не происходит. А когда начинает увлекаться такими примитивными, тупивыми, задержками дыхания, вот там бывают проблемы. Это выполнять нежелательно, без контроля специального. Что нам дает метод Бутейко для работы с гипертонией? Восстановление нормального содержания углекислого газа, называется норма капния, и восстановление нормального минутного объема дыхания, вот минутного объема дыхания, который является одним из показателей нормального здоровья. А норма капния и нормальный минутный объем дыхания, это факторы, на фоне которых улучшается нормализация артериального давления. Медицинская технология с применением дыхательного тренажера. Я этой темой занимаюсь с 1997 года. Это новая модель нашего дыхательного тренажера. Торговая марка. Дыхательный тренажер Фролова. Обычное название в аптеке и медтехнике индивидуальный тренажер-ингалятор. Производит фирма Динамика в Новосибирске. Какие функции этот прибор несет, и что мы можем использовать в работе с гипертонией. Он дает возможность проводить дыхательные тренировки, если мы заливаем воду. Подбить ингаляции с лекарственными растворами и с эфирными маслами. Здесь специальная вставочка, что нам нужно для аромотерапии. И проводить сочетание процедуры дыхания и ингаляции аромореспираторный тренажер. Многофункциональный, но при этом простой, долговечный, удобный наш медицинский прибор. Что вы делаете, когда используете тренажер? Вы заливаете сюда определенный объем воды, он указан в методике, и выполняете дыхание. Вдох и выдох через воду с сопротивлением. Но если вдох обычный, 2-3 секунды, то выдох постепенно удлиняется. 10, 20, 30 секунд и больше. Он становится реже и медленнее. Плюс, когда вы дышите, идет вибрация воздушного столба в аппарате и в легких микромассажах. Это улучшает проходимость бронхов и газообмен. И если мы делаем медленный выдох через прибор, то идет легкое накопление углекислого газа. И если выдох медленной длины, 10, 20, 30 секунд и больше, возникает легкая физиологическая гипоксия. То есть, вам не нужен гипоксикатор в институте физиологии в Академии в Новосибирске. Мы сели дома на диване и провели себе такую же гипоксическую тренировку за спасибо, за 5 копеек в день. Ну и очень хорошо вообще тренируется дыхательная система. Об этом чаще всего говорят спортсмены. Вот завтра у нас большая конференция по спорту здесь, в Новосибирске. Мы там об этой теме будем говорить. Основные моменты. Вы занимаетесь вечером перед сном. Ночью лучше идет восстановление. До 30 минут больше не нужно. Лучше заниматься ежедневно. Ну хотя бы 3 месяца. Лучше 6, если люди пожилые, 80 лет. Мне сегодня звонил профессор из Алматы. Ему 84 года. Он занимается уже несколько лет. Там может быть длительный период ежедневных. Потом профилактика. 2-3 раза в неделю. Дыхание диафрагмально. Это норма физиологии. Из этого здоровья полноценно быть не может. Дыхание ритмичное. Спокойный вдох. 2-3 секунды обычный. Но выдох удлиняется по мере тренированности. Если вам нужно проходить какие-то процедуры, принимайте медикаменты, пожалуйста, любое сочетание. Без проблем. Ограничений нет. Эффекты, которые мы с вами получаем при дыхании на тренажере, которые важны для работы с гипертонией. Гипоксия физиологическая в результате длинного выдоха. Гиперкопния. Это не просто замедление выдоха. Мы меньше теряем. Но идет возвратное дыхание через прибор. Часть углекислого газа, которая была в приборе, мы вдыхаем обратно. Есть такое понятие аэробрисен в медицине европейской. Сопротивление на вдохе и сопротивление на выдохе, которое хорошо улучшает вентиляцию и газообмен. И состояние альвеола, о которых мы говорили, легочные пузырьки. Флаттер – это вибрация, что особенно важно, например, кулищикам, либо людям, у которых сочетается гипертония с поражением легких. А мы говорили, что таких примерно 30% среди легочных больных. Релаксационный тип дыхания – это тип дыхания с длинным медленным выдохом без напряжения. Аппарат имеет объем порядка 360 кубических сантиметров. Это имеет значение. Мы об этом попозже поговорим. И часто дыхание уменьшается. Это улучшает работу сердца и регуляцию как частоты пульса, так и ритма сердца в целом. Нередко на фоне гипертонии возникают проблемы вторичные, нарушения ритма сердца. Постоянно, либо периодически. Учитывая, что во время тренировки у нас с вами происходит изменение условий дыхания, которые касаются содержания кислорода, легкой гипоксии, содержания углекислого газа, легкой гиперкапнии, двойной эффект сопротивления вдох-выдох, плюс изменение чистое дыхание и так далее, все эти факторы оказывают свое действие на организм, но их действие сочетается, усиливается. Это эффект синергии, сочетания лечебных факторов. Это повышает общую устойчивость нашего организма к разным факторам, и главное, что отмечают специалисты, улучшает функцию вегетативной нервной системы, которая нам нужна для нормальной регуляции артериального давления. Если у человека пониженное содержание углекислого газа, гипокапния, то, как доказала кандидат Меднаука Коринова, в диссертации, что при дефиците углекислого газа, если использовать дыхательный тренажер Фролова по определенной программе, которая описана в методике, это помогает восстановить нормальное содержание углекислого газа. Это достоверно отражено в ее диссертации. Довольно много о безаппаратном дыхании я пишу в своей книге. Там есть специальный раздел о безаппаратном дыхании, который можно использовать для регуляции дыхания и регуляции артериального давления, регуляции ритмов организма. Я эту программу назвал «Пнимо-баланс». Пнимо-баланс, потому что это все-таки дыхательная система, баланс – это регуляция наших ритмов через дыхание. Она построена на диафрагмально-релаксационных техниках. Об этих техниках говорит национальное руководство по кардиологии, о том, что для регуляции состояния организма, для снижения частоты сердечных сокращений, снижения артериального давления, необходимо использовать методики дыхания с релаксацией, что дает положительный эффект. Об этом в руководстве по кардиологии написано, но кардиологам не до этого. А реабилитация у нас, к сожалению, чаще на бумаге, чем в практике. «Пнимо-баланс» предлагает два варианта регуляции дыхания. Вдох и выдох длинный, замедление вдоха и выдоха – это двухфазное дыхание. И трехфазная система – вдох медленный, выдох медленный и определенная пауза, типа контрольная пауза между вдохом и выдохом. Это три фазы. Они имеют некоторые особенности в выполнении и в эффектах. Если мы делаем двухфазное дыхание, то мы выполняем выдох, обычно достаточно полный. Выдох полный, когда мышцы живота мы поджимаем, медленно, равномерно. И вот если выдох активный, то живот поджимается достаточно хорошо внутрь. Но я обращаю внимание пациентам с гипертонией, что если вы делаете выдох активный, хорошо поджимая живот, не надо максимально его к позвоночнику поджимать. У вас примерно 15-20% объема выдоха там должно оставаться. Потому что если вы сильно максимально поджали живот, то вы повышаете давление в сосудах за счет механического давления на легкие прежде всего. Поэтому выдох с запасом, скажем так. Если выполняете трехфазное дыхание, то там уже очень спокойно вдох, спокойный выдох. И там, где выдох сам остановился, делаете паузу. Вот здесь две особенности. При двухфазном дыхании у гипертоников живот хотя бы на две трети поджимается. Если трехфазное дыхание, то выдох заканчивается там, где легкие сами успокаиваются. Не надо живот активно поджимать. Это методические особенности. Диафрагмальный релаксационный тип дыхания это значит, что мы дышим диафрагмой, а выдох медленный, длинный, а во время выдоха диафрагма расслаблена. Вот это релаксационный тип дыхания, который при этом дает эффект релаксации на психику и на физическое тело, на скелетную мускулатуру. Если мы говорим о соотношении дыхательных фаз, то при двухфазном дыхании, например, в один к двум вдох-два, выдох-четыре, вдох-три, выдох-шесть, вдох-пять, выдох-десять. Соответственно, увеличивается длительность дыхательного цикла, уменьшается частота дыхания. Если цикл у вас 6 секунд, частота дыхания будет 10 минут. Если цикл 15 секунд, частота дыхания 4 минут. Для себя можете оценивать такие показатели, как коэффициент полезного цикла, время вдоха и общее время дыхания. И вот его норма указана в среднем 0.34. Если меньше, еще лучше. То есть, чем у вас лучше здоровье, чем тренирование дыхания, тем меньше будет этот показатель, коэффициент полезного цикла. Вдох небольшой, выдох может быть достаточно длинный. Ну, при работе на тренажере я встречал выдохы в 40 и 60 секунд. Без аппарата 20-30 секунд выдох можно выполнять. Но немножко бывает вначале сложно. Дополнительные подсказки. Если вы занимаетесь дыханием, надо соблюдать структуру дыхательного цикла и ритм дыхания. Это можно делать по секундомеру, но можно с ума сойти, считая каждую секунду. Лучше использовать таймер, который на сайте у нас специально выложен. Если занимаетесь, положение должно быть функциональное. То есть, если сели в кресло, то сели активно, развернув грудную клетку, плечи. А для пациентов пожилых, для пациентов с проблемами мозгового кровообращения, лучше положение, горизонтальное положение лежа. Но удобнее дышать не лежа на спине, а лежа на боку. Почему? Когда вы дышите лежа на спине, живот быстро назад упадает, выдохом трудно управлять. Когда вы легли на бок, живот расслаблен, и выдох легче растягивать, замедлять, останавливать. Чтобы не было утомления, обычно пожилым людям, тем более советую положить подушечку между коленами и суставами, чтобы не было напряжения, не крупиться. Учитывая, что дыхание – это энергия, соблюдайте правила кончик языка на альбиолах. Это элемент из рекомендаций системы ЦИГУН. Это обеспечит хорошую циркуляцию жизненной энергии по позднейшим нашим меридианам. Женимай и Думай. Если возможность есть, используйте аромалампу, музыку, то регуляция дыхания на фоне вот этих моментов даст хорошую релаксацию. А нам с вами, в общем-то, надо каждый день снимать то напряжение, которое явно или скрыто накапливается. Возникает проблема у людей, особенно у тех, кто курил, курит и имеет заболевания легких. Как дышать диафрагмой, если привык дышать грудью? Лиот. Ну, недавно я ехал в позе, ехали ребята-спортсмены-лыжники, я посмотрел, но дышат грудью, как паровозы. Диафрагмой слабо владеют. Но чаще управлять дыханием, поджимая живот в конце выдоха. Если живот большой, ну, полных людей, либо пожилые люди, ослабленный брюшной пресс, не напрягайте сильно мышцы, положили две ладошки на живот ниже пупка и мягко-мягко поджимайте руками и на вдохе отпустите. Через максимум, может быть, 10 дней, ну, 2 недели, все это уже заработает само, потому что это врожденное дыхание. Дыхание диафрагмальное, когда во время вдоха живот пошел вперед, а во время выдоха он сам медленно подтягивается. Чтобы женщинам было интереснее заниматься грудью, наводить и так. Все, с удовольствием. Выполняет, а потом понимает, что такое дыхание, оно обеспечивает не только хорошее вентиляцию легких, но и нормальный массаж брюшной полосы, циркуляцию венозной крови, циркуляцию лимфы. Это важнейший фактор здоровья. Что в пользу данного подхода можно найти в руководствах по кардиологии. Это дословные формулировки о том, что медленное, ритмичное, ровное дыхание уменьшает периферическое сопротивление сосудов. Оно, как вы помните, может при повышении способствовать повышению артериального давления. Снижение артериального давления также отмечается как результат медленного дыхания. И, как отмечают специалисты, это было интересное исследование, например, в издании, что медленное дыхание может улучшить контроль давления при резистентной гипертонии. То есть при той гипертонии, когда пациент регулярно принимает препараты, соблюдают все рекомендации доктора, но при этом гипертония остается. Вот такой тип дыхания как раз дополняет медикаментозную терапию, улучшая течение заболевания и результаты течения гипертонии. Вот интересный пример я, когда работал по теме стресса, сделал, здесь тоже уместно показать, как может двухфазное дыхание в 2-5 секунд, в 2-10 секунд быстро повлиять на тонус симпатической, парасимпатической нервной системы. Слева, это исходное, я себя проверил на программе Ведопульс. Мы видим, что красная зона отражает состояние симпатической нервной системы, зеленая парасимпатическая показатель, в принципе, неплохая, 1 и 3 условных единицы. В принципе, все хорошо. 5 минут спокойного дыхания, вдох 5, выдох 10 секунд, 4 дыхания в минуту. Мы видим, что баланс еще более улучшился, стал фактически один парномат. Поэтому такие процедуры полезно выполнять, прежде всего, в плане профилактики. И если вы освоите эти способы дыхания, иногда говорят, мне некогда заниматься, особенно Москва, Петербург и так далее. Пока едешь в метро, пока едешь в автобусе, стоишь на остановке, вот вам время для работы с дыханием. Если вы научились дома управлять дыханием, потом этот автомат, он работает у вас в любой ситуации, хоть в бане. Что мы можем получить? Если мы с вами проводим двухфазное дыхание, вдох и длинный выдох, это антистрессовый эффект, релаксация психологическая и физическая, легкий гипоксический эффект в конце длинного выдоха, потому что 10-15 секунд это уже все-таки необычный длинный выдох, улучшение тонуса парасимпатического отдела, вегетативной нервной системы, которая помогает расслаблению мускулатуры сосудов. Если мы с вами проводим трехфазное дыхание, вдох, спокойный выдох и легкая пауза после выдоха, антистрессовый эффект, естественно, тоже проявляется. Замедление дыхания мешает периферическое сопротивление сосудов, что важно для обеспечения нормального кровотока. В конце паузы идет увеличение оксида азота, вы помните, что увеличение оксида азота идет до 30-й секунды задержки дыхания. Если мы дышим медленно и делаем паузы, то идет увеличение углекислого газа, тоже важно для нормальной работы капиллярного русла, микроциркуляции. И редкое глубокое дыхание, а и двухфазное, и трехфазное дыхание, но особенно двухфазное, можно назвать редким, но глубоким, редким, дает нам обеспечение нормального, оптимального состояния вегетативной нервной системы и снижение артериального давления. Это эффекты, которые описаны в физиологических исследованиях. там были немножко другие может быть пробы, но практически одно и то же воздействие через изменение структуры дыхания, ритма дыхания. Когда мы говорим о гипертонии дыхания, невозможно прийти мимо, просто нельзя. о таком важнейшем разделе, как ароматерапия. Я позавчера читал вечером лекцию для студентов мед в университете, но у них там в общежитии они собрали студенческий актив 4-5 курса, и мои очень простые, скажем так, формулировки и объяснения о метрах ароматерапии были для них, честно говоря, откровением, потому что пока еще для студентов медиков и для врачей ароматерапия, ну, звучит примерно так же, как парфюмерия. Что-то где-то там понюхать. На самом деле, приходится объяснять, что ароматерапия является одним из классических методов медицинских, которые были заложены еще в Аюрведе. Наверное, единственная страна, где эта программа считается профессиональной программой, это Франция. Там специальность ароматерапии существует уже не одно десятилетие. Но ароматерапия во Франции это как медицинское направление и сформировалось. Что нужно понимать? Почему можно использовать ароматерапию, какие-то запахи для лечения артериальной гипертензии, которую таблетками не можем сбить. Вот здесь у нас в верхних отделах носового хода обонятельные рецепторы с двух сторон. Общая площадь примерно 5 квадратных сантиметров. Обонятельные рецепторы, они находятся в толще слизи, но они выступают наружу. Могут уходить назад. Это вот как к перископу подводной лодки. Но они в общем-то активно все время взаимодействуют с потоком вдыхаемого воздуха. И воздействие эфирных масел, да и других молекул, связанных с запахом, на эти обонятельные рецепторы моментально передается во внутренние структуры мозга. Здесь целый комплекс нервных структур, который называется лимбическая система. Ну, лимб это круг лакуни. Так вот, лимбическая система, ее ведущий наш невролог Вейн, величайший невролог, называл висцеральный мозг. Висцеральный это значит внутренностью висцера. Это та группа нервных структур, которые независимо от нашего сознания регулируют, контролируют, управляют жизнью всех наших внутренних органов, регулируют вегетативные жизненные функции, в том числе и кровообращение. Поэтому если подбирать правильно программу ароматерапии, то используя знания и аюрведы, и классической ароматерапии, а все-таки есть медицинские курсы по ароматерапии, можно использовать ароматерапию и течение артериальной гипертензии. Вот об этом мы сейчас поговорим. Я специально с этой темой разбирался, чтобы дать рекомендации, которые любой из жителей России может для себя использовать. Поэтому выбирал только то, что полезно, понятно, достоверно и можно без труда найти. Но, смотрите, я вам сделал таблицу, где перечислены эфирные масла ланг-эланг, лаванда, лимон, роза, шалфей, мускатный, фенхель, мята, перечная. Из этих масел, может быть, до некоторого времени было достаточно дефицитным эфирное масло роза, но теперь, когда мы пришли к Крыму, а Крым вернулся в Россию, эфирное масло роза не является таким уж дефицитным, потому что в Крыму ароматерапия, производство эфирных масел давно поставлено на поток еще с Советского Союза. И одно из лучших руководств ароматерапии как раз было выпущено в Симферополе профессором Николаевским. Эфирные масла, ланг, лаванда, лимон, роза, шалфей, фенхель, мята, и их эффекты, которые имеют прямое отношение к проблеме артериальной гипертензии. Гипотензивное, оно выражено у всех. Спазмолитическое, если нужно снять спазм сосудов, мы видим, присутствует у ряда масел. Успокоительное, если человек на нервах, на стрессе, тоже можно отметить. Антидепрессивное, полезное, если нужно работать с гипертонией у человека с проблемами, особенно после стрессов, там смерть, шок, что-то еще. Тонизирующее, когда человек ослаблен, остынет, можно. Афродизиак, это влияние на эротическую сексуальную сферу. Спиотонии 2, масло отмечено. Но, те из вас, кто интересуется и работает в плане аюрведы, программы веда пульса и так далее, знают, что важно еще учитывать биологическую конституцию, которая складывается из сочетания ДОШ, вата ДОШ, пита ДОШ, капха ДОШ. Поэтому я еще просеял несколько источников аюрведических профессиональных, чтобы найти те эфирные масла, которые можно использовать сейчас независимо от баланса ДОШ. То есть есть эфирные масла, которые определяют какое-то влияние на ДОШ, например, усилует вата, снижает пита, нейтральная капха и так далее. Но есть эфирные масла универсального плана гармонизаторы. Вот знак, который гармонизирует действия на все ДОШ, независимо от исходного состояния. На вату, на питу, капха, они приводят их в баланс. И оказалось, что из этих масел два эфирных масла оказывают хорошее регулирующее влияние независимо от баланса ДОШ. Это роза и фенхель. Но фенхель найти вообще без проблем. Розу, если поискать, тоже можно найти. Получается, два эфирных масла лидера. С учетом необходимости коррекции вата ДОШ. Особенно, когда у человека какие-то метаболические нарушения. Ну, не может он сейчас пойти диагностику по ВЕДОПУЛЬСУ и специалиста по ВЕДОПУЛЬСУ найти. Сказка вот у нас здесь есть. Дальше нужно помнить о том, что лучше сочетать не одно масло, а два-три. Максимум считается полезный эффект при аромотерапии до пяти эфирных масел. Я имею ввиду аромотерапию, назальную ингаляцию через нос. Здесь нужно учитывать, как они сочетаются. Смотрим. Вот вам вторая подсказка, как эфирные масла сочетаются. Плюс это хорошее сочетание. То есть сочетание в принципе все неплохое, но вот хорошее, как максимальное сочетание с улучшением. Вот я знаком плюс отметил. Здесь мы с вами видим, что опять же в лидерах эфирная масса лаванды. И вспомните, мы с вами говорили о состоянии легких, что там есть пузырьки альвеолы, через которые кислород идет в кровь, что пузырьки альвеолы покрыты пленочкой сурфактантом, которые улучшают растворение кислорода. Так вот, эфирная масса лаванды улучшает синтез сурфактанта в альвеолах. Поэтому есть сочетание проблемы гипертонии и болезней легких, ингаляция с эфирным массом лаванды подходит прекрасно. Плюс мы говорили о том, что нередко артериальная гипертензия проявляется, либо сопровождается, чаще всего появляется на фоне лишней массы тел избыточного веса, которая нередко связана с избыточным аппетитом. Так вот, достоверное исследование невролога Алана Хирша из Америки по влиянию ароматерапии запахов на чувство аппетита и так далее. Оказалось, что среди 15 запахов, которые максимально влияют на подавление аппетита, есть такие лидеры, как лаванда, роза и мята. Учитывая, что роза сейчас у нас пока еще не везде продается, вот я вам подчеркнул, эфирная масса лаванды и мяты. Оно прекрасно идет и по гипертензии, и по давлению избыточного аппетита. Поэтому, если проблемы связаны с гипертонией и с избыточной массой тела, нужно и то и другое решать. Пожалуйста, сочетайте аромат лаванды и мяты. Тем более, что видите, они сочетаются хорошо. Сейчас мы поговорим о том, как ингаляции можно проводить, их можно всю жизнь проводить. Учитывая, что большинство жителей крупных городов находятся в состоянии мертвой атмосферы, у нас тут дышать нечем, кроме выхлопов. Какие варианты проведения эфирных ингаляций в сочетании с дыханием можно использовать? Разработка, которую я проводил еще в 2003 году, это ингалятор запахи здоровья. В чем идея? В том, что если мы смешиваем эфирные масла, трудно сказать, какой их будет химический состав, потому что в каждом эфирном масле от 300 и более компонентов. Если все это намешать, нельзя сказать, какие там компоненты взаимодействуют, какие нет. Поэтому лучше эфирные масла вносить в ячейки раздельно. Вот здесь вставочка, которая позволяет каждое эфирное масло вносить отдельно. И они испаряются по отдельности, но смешиваются уже запахи, а не химические компоненты в растворе. Если вы делаете ингаляцию эфирных масел, используйте и регуляцию дыхания, делайте медленный вдох 3-5 секунд через нос. Здесь маска специальная. После вдоха пауза и потом спокойный выдох. Но выдох здесь короткий. Но все дыхательные циклы от 8 до 13 секунд, это уже изменение регуляции дыхания, респираторный тренинг. Процедура до 10 минут больше уже не требуется. Вариант второй – это холодные ингаляции, когда эфирное масло испаряется просто из водного раствора. Можно сделать эфирные ингаляции горячие. Тогда вы уже заливаете в ингалятор горячую воду, а сюда вносите эфирные масла от 3 до 5. И проводите ингаляции тоже, извиняя, вдох-выдох, время такое же. Но если ингаляция горячая, влажный воздух, здесь были водяные поры, то минут 30-40 зимой посидите дома, не выходите, чтобы дыхательные пути восстановили свою нормальную влажность и температуру. Эффекты примерно одинаковые, но чаще влажные ингаляции и горячие проводят люди, имеющие хронические заболевания носа, придаточных пазух носа, гайморрид, тоже фаренгит, аренгит, трахеид. А холодные – это общая ингаляция и нормальных легких. Можно ли использовать тренажер Халова для аромореспираторного тренинга? Да. Вы заливаете в аппарат необходимый объем воды, который нужен для тренировки дыхания. Сюда вносите эфирные масла и проводите тренировку дыхания. Вдох до 5 секунд, небольшая пауза и средний выдох до 10 секунд. Но когда вы вдыхаете и выдыхаете через воду, у вас бронхи хорошо расширяются и эфирные масла дальше глубже попадают по бронхиальному дереву до 17 до 20 уровня. Плюс нужно помнить, что эфирные масла, они в слизистой впитываются, поэтому частично они потом еще будут циркулировать в крови. И получается эффект и тренировки дыхания и аромотерапии. Два в одном – очень хорошо. И все у себя дома, без очередей. Маленькая подсказка, которую дают тем, кто особенно серьезно относится к аромотерапии, у нас выпускается ингалятор эфирных масел Dolphin, который лечит различные виды насморка риниты. Он имеет вкладыши, в которых, вот здесь два вкладыша, в которых есть камфор и ментол эвкалипт. Поэтому, если вам нужно насморк лечить, берите, не пожалеете. Снимает насморк, не вызывая зависимости, в отличие от капель. Но, если вам нужно использовать аромотерапию, можете провести, как все русские люди, обладающие смекалкой. Вот здесь крышечку снимаете, вкладыши, которые для лечения насморка убираете, делаете ватный тампон, туда накапаете два-три масла, которые вам нужны, либо, может быть, одно, тоже эфирное масло мяты. И закрываете и проводите уже аромотерапию через нос с портативным ингалятором. Вдох-три, например, выдох-пять-семь. И три-четыре раза в день, можно дома, можно на работе, можно в метро, где угодно, он размером со спичечный коробок. Ингалятор просто надежный, удобный. Такие ингаляции можно проводить 3-4-5 раз в день по ситуации. Это вариант такой портативной, домашней, быстрой аромотерапии. Но на фоне, опять же, регуляции дыхания с медленным вдохом и выдохом. Если идет сочетание дыхательной и сердечно-судистой патологии, на уровне особенно гипертонической болезни, то важно использовать свойства этих эфирных масел, которые вам здесь обозначены. Эфирное масло аниса, очень хорошо, кстати, особенно при нарушениях ритма сердца. Эфирное масло лаванды, мы о нем уже говорили многократно. Масло лидер по данной теме. Эфирное масло пихты и сосны. В основном обычно хвойные и эфирные масла считаются маслами бактерицидными в плане применения при заболеваниях органов дыхания. Но оказывается, что при гипертонии, при стенокардии, при сбоях частоты и нарушения ритма сердца, ингаляции этих эфирных масел очень хорошо помогают. Шалфей тоже, мы о нем уже говорили. Поэтому можно использовать то, что мы раньше говорили, либо вот эти комбинации и хронических заболеваниях легких. Два-три масла можно чередовать. Две недели провели один цикл, дней пять отдохнули, потом второй, потом третий. Будет только путь. Метод возвратного дыхания. Из исследований в медицине известно, что норма углекислого газа, она довольно жесткая. Примерно 5,6-6,5, ну хотя бы 5,6 по объему. В миллиметрах это 40 миллиметров втутного столба. Объем содержания углекислого газа зависит от минутного объема дыхания. И традиционно в различных методиках оздоровления используется дыхание с дополнительным дыхательным пространством. Но самый простой способ, когда брали и на трубку метр полтора-два, потом трубку в виде шланга сворачивали, потом уже пошли разные другие приспособления изобретать. Вот ДДП это дополнительное дыхательное пространство, то, что мы имеем помимо дыхательной системы. Но самое простое дыхательное дополнительное пространство это флейта, например, клёный объем имеет. Когда исследовали разные направления, например, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, Те же противогазы, респираторы, духовые инструменты. Оказалось, что независимо от вида дополнительного дыхательного пространства, музыкальный инструмент, либо противогаз, идут определенные однонаправленные эффекты, такие как адаптация к этому дополнительному пространству, которая обеспечивает гипоксию и гиперкапнию. Конечно, тренировка дыхательной мускулатуры, потому что нужно большую массу воздуха прокачать. Это увеличивает силу и уносивость дыхательных мышц. А поскольку содержание углекислого газа определенным образом влияет на кислотно-челочное состояние, то дыхание с дополнительным дыхательным пространством улучшает устойчивость организма к изменению кислотно-челочного состояния, равновесия. Ну, кислотно-челочное состояние, вы знаете, что это тот фон, то условия, на котором работают ферменты, витамины, гормоны, очень жестко регулируются нашим организмом. Чаще всего показатели кислотно-челочного состояния равновесия в тканях у нас страдают во время новогодних праздников. Много всего едим и много всего выпиваем. Метод возвратного дыхания заключается в том, что человек дышит через определенную внешнюю емкость. Самый простой вариант, это обычно дают какой-то пакет. Человек туда вдыхает-выдыхает, но это уже древность. Потом стали исследовать различные устройства, но оказалось, что если человек дышит через дыхательное пространство дополнительное, там накапливается углекислый газ, мы вдыхаем воздушную смесь с повышенным содержанием углекислого газа, но реагирует дыхательный центр, который привык поддержать какую-то концентрацию. Поэтому рекомендуется, если уж мы используем какие-то объемы, то так, чтобы повышение было не больше 2%, а лучше поменьше, 1-1,5%. Тогда человек может как-то дыхание регулировать. Если просто сразу вам дать 10-литровую бочку и заставить дышать через нее, толку не будет, дыхательный центр возбуждается, и все, что вы временно накопили в легких, потом обратно выдохните. А если давать небольшие объемы, 300-500, до литра постепенно увеличивать до 1,5%, то эффект можно получить оздоровительный и хороший. Что можно сделать дома, не тратя деньги, время на лишние какие-то устройства? Нужно помнить, ну вот эти цифры помните, что если мы увеличим объем мертвого пространства, это то емкость, которая снаружи на 0,5 литра, то во вдыхаемой смеси углекислого газа через 3-5 минут тренировки поднимется на 3%. Если на литр, то 1,5%, если на 1,5 литра, то 2%, а если больше, то уже не всегда удерживается стабильный уровень повышения. Для сравнения, видите, в атмосферном воздухе, то, что сейчас вокруг нас, всего 0,03%. Поэтому, если вы добавите к своему дыхательному объему, к легким, например, банку на 0,5 литра, то во вдыхаемом воздухе углекислого газа будет в 10 раз больше, чем в обычном воздухе. Уже тренировка, уже адаптация, уже перестройка дыхательного центра и функции дыхания. Ну и эффект на капилляры, на артериолы, мы об этом уже говорили, когда говорили о значении углекислого газа. Самый простой способ, это я пару лет назад делал видеолекцию, взял пустую 5-литровую банку от питьевой воды. Трубка, это у меня тренажер, можно трубку найти без проблем, любую. Получается гиперкапническая смесь. То есть, я сюда выдыхаю и отсюда вдыхаю. Чтобы я не задохнулся, потому что здесь всего лишь 5 литров объема, я вот здесь, на донышке, сделал где-то 5 отверстий, примерно 2-3 мм диаметром. Почему внизу, а не вверху? Потому что углекислый газ тяжелее воздуха, и когда мы выдыхаем, то основная масса углекислого газа, она все равно накапливается здесь, внизу камеры, и потом на вдохе высыпает сюда. Если я сделаю дырки вверху, я буду гонять воздух вот здесь, а здесь углекислый газ, то, что нам нужно накопить, добавить, он и будет сидеть мертвым грузом. Подобное устройство можно назвать гиперкапникатором, то есть устройство, которое способствует увеличению углекислого газа при дыхании, возвратном дыхании. Как определить, сколько вам дырок нужно сделать? Сделайте 4-5 дырочек, ну, обычно гвоздем, либо иголкой раскаленной прижигаешь, и смотришь, если на вдохе воздушная смесь всасывается легко, и стенки камеры не сжимаются, то значит сопротивление нормально. Если видите, что туго идет, ну, добавьте 1-2 дырочки, все это за 2-3 дня можно дома отобрать. Можно, естественно, использовать, ну, например, пластиковые бутылки, сейчас их немерено от генеральной воды. Возьмите пол-литровую, через 3 дня можете взять, литровую, потом можете полтора. Причем, если мы используем такие емкости, можно регулировать объем. Очень просто, это я еще на дыхательном тренажере Фролова объяснил. Вот вы взяли, нет у вас пол-литровой емкости, есть литровая. Половину засыпали солью, вот вам объем пол-литра, потом соль убрали, вот вам объем 0,6, 0,7, 0,8. Гулировать очень легко. И если вы дышите с таким гиперкапникатором дома, то может быть даже удобно дышать лежа на спине, именно на спине, чтобы донышко было кверху. Когда углекислый газ будет в этой зоне, вы будете вдыхать его максимально. Если на боку, то немножко неудобно. Вот это вариант такой рабочий. Полезный и безвредный. Исследование этих эффектов возвратного дыхания с накоплением углекислого газа, тут нас немножко уже ждут на совещании, но это основное. Оно позволяет влиять на содержание липидов, липопротеидов. И в одном из исследований, там были большие объемы, даже 10 литров, показано, что метод возвратного дыхания может быть использован для улучшения липидного состава крови. И антиоксидантный эффект сохраняется до 2 месяцев. Ну, такие тренировки можно делать ежедневно. Пенсионеры любят делать их, сидя перед телевизором. Ну, время используем одновременно. В целом, если подводить итог нашему семинару, что мы видим? Слева название методики, справа назначение. Что делать? Как поступать? Метод волевой ликвидации, способ ликвидации глубокого дыхания используем для того, чтобы снять симптомы. Головная боль, головокружение, чувство тяжести в голове. Дома, на работе, в метро, сел 10-15 минут на малом дыхании и снимается. Дыхательный тренажер Фролова используем как медицинскую технологию, как основной базовый курс. Вечером дышим до 30 минут, можно утром 10-15 минут. 4 месяца ежедневно для восстановления организма, потом для профилактики. Методика пневмобаланс двухфазная. Снимает стресс, улучшает состояние вегетативной нервной системы. Трехфазное накопление углекислого газа и оксида азота. Это улучшает микроциркуляцию. Ароматерапия. Убиваем двух зайцев сразу и даем эффект гипотензивный и спазмолитический и позитивное влияние на нервную систему. Метод возвратного дыхания, используя наружную внешнюю емкость, объем от полулитра, может быть, до трех, до пяти, нам помогает увеличить содержание углекислого газа в крови, значит, улучшает микроциркуляцию и дает антиоксидантный эффект. Это все доступно практически для каждого человека в любой точке России. Подробная информация, еще раз говорю, в моей книге, там методика расписана очень плотно. Есть цикл лекций на сайте Нормед. Дыхание сердца, дыхание сосуды, потому что тема-то она очень большая. И тем, кто уж очень сильно интересуется здоровьем и дыханием, скажем так, что у нас планируется, наверное, в апреле такая интересная плотная лекция иммунитета и дыхания, запишите себе в памятку, где-нибудь потом в апреле посмотрите, запишитесь. Ну и еще две минутки, поскольку у нас уже нас торопят. Одна из моих разработок по дыханию и ароматерапии в помощь курильщикам. Ингалятор называется Антифьюм. Ингалятор для носа, который помогает снять зависимость от курения. Работает как антидот при никотиновой зависимости. Случшая многие процессы и постепенно снижая зависимость от никотина. Но это как дополнительная информация. Поэтому на сегодня мы завершаем нашу встречу. Все вопросы будут. Пожалуйста, задавайте. Так, нет, тут у меня вот это как убрать, чтобы прочитать. Сейчас мы вопросы откроем. Каковы возможности тренинга при наличии пневмоаскироза и эмфиземы легких? Вот в моей книге «Пневмо-баланс» и на сайте тренажера есть презентация книги. Я конкретно привожу пример женщине, которая родилась в 1932 году. Далеко уже, не молодая. А живет в Канаде, в Ванкувере у дочки. Меня видела только по интернету. Эмфизема занимается под моим руководством дыханием уже четвертый год. Она имела 30-летний стаж астмы с эмфиземой на гормонах. Она сейчас уже 2 года чувствует себя прекрасно, гуляя, считая шаги. Говорит, я хожу обычно 5-6 тысяч шагов без остановки. Поэтому пневмоаскироза и эмфизему можно компенсировать как минимум на 50%, но надо заниматься ежедневно. И как раз при эмфиземе, это же эмфизема, это же перераздутие легких. Воздух туда заходит, обратно выходит слабо. Вот дыхательный тренажер Фролова помогает как раз восстановить нормальную вентиляцию легких. И эмфизема входит в одно из показаний для применения тренажера. Плюс ингаляция с эфирным маслом лаванды. Пожалуйста, как раз улучшение и иммунных свойств слизистой оболочки дыхательных путей и бронхов, прежде всего, и улучшение функции сурфактанта, которые нужно выполнять при пневмоаскирозе. Смешной вопрос. Можно ли упрощение мазать маслом под носом или просто вдыхать из лакона? Вопрос не смешной, вопрос важный. Первые свои тесты я проводил, ну если кто меня там видел на фотографии, у меня и борода, и усы, я так и проводил, я наносил эфирное масло мяты на бороду и на усы, ингалировал. Но это бытовой способ, все-таки лучше, когда есть ингалятор, когда насадка входит хорошо в полость носа и полноценно получается ингаляция, именно концентрированного потока эфирных масел через нос. Тут нужно что понять, что если мы дышим быстро, у нас процентов 80 воздуха идет через средний носовой ход, а когда мы вдыхаем медленно, длинно, у нас увеличивается поток воздуха через верхний носовой ход, где и находятся обонятельные рецепторы. Поэтому может быть удобнее вдыхать из флакона, но флакон нужно вставлять то в одну носу, то в другую. Не всегда это как бы бывает, ну удобно и степично. А ингалятор, который я вам говорил, он стоит там рублей 150 аптеки, хватит на всю жизнь. Вот поэтому спасибо вам за внимание. Будут вопросы сейчас, либо потом по своим родственникам, знакомым, обращайтесь, не стесняйтесь. И еще раз говорю, что будет интересная наша тема по иммунитету и дыханию. Готовьте ваши вопросы, присылайте заранее. Ну вот, рассеянное дыхание. Это примерно то, о чем я и говорил, но все-таки здесь нужно понимать, что важно сочетать, важно выполнять дыхание в физиологическом режиме, поэтому удлинение фазы вдоха, удлинение фазы выдоха, пауза после выдоха, они могут быть в других пропорциях. Вы до и после занятия обязательно считайте хотя бы частоту пульса. Если у вас после длинного дыхания пульс снижается немножко, это эффект хороший, регулирующий. Если он начинает подскакивать, значит, это ваше растянутое дыхание дало вам определенный стресс, перетренировка. Пульс очень четко реагирует на изменение дыхания. Ну, в принципе, если говорить о полезном, безопасном режиме, если вы выйдете на частоту дыхания 3, либо 2 в минуту, больше особенной не надо. А 3 или 2 в минуту, это сами представьте, 10 вдох, 10 выдох, 10 пауза. Либо 5 вдох, 5 выдох, 15 пауза. Мы завершаем. Спасибо за внимание. Огромное спасибо, Сергей Напитович. Был безумно, по-моему, полезный тренинг. Друзья, вам спасибо, что были с нами. До встречи на наших следующих мероприятиях. Расписание на марте уже на нашем сайте. Всем спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...